ДТП Давайте по порядку. Броварское шоссе. Достаточно скоростная дорога, движение часто плотное. В ДТП тут попали сразу шесть автомобилей. Деу, Ниссан, Шкода, Хонда, Тойота и Киа. Все машины ехали в одном направлении, в сторону Киева. На разделительной полосе работали коммунальные службы. В левой крайней полосе был установлен знак, предупреждающий водителей, что необходимо перестроиться. Началось все с Деу Ланоса, а точнее с машины, которая ехала перед ним. Перед Ланосом резко остановилась машина и резко ушла вправо. Ланос удиваться было некуда, применил экстренное торможение. Следом за ним применил экстренное торможение Ниссан, который в принципе успел остановиться. А вот дальше хуже. Итак, Деу движется в левой полосе. Перед знаком водитель тормозит и резко поворачивает вправо. Вслед за Деу тормозит Ниссан, а дальше все по цепочке. Шкода не успевает остановиться и таранит Ниссан. В Шкода влетает Киа, а дальше в ДТП попали еще Хонда и Тойота. «Шкода Фабия, наверное, дистанцию не соблюдала, догнала уже в зад, да, Ниссан». Тем не менее, и свидетели, и участники аварии говорят, причина ДТП, возможно, не в этом. Во всем винят дорожный знак, который установили работники коммунальной службы. Мол, он установлен неправильно и совсем незаметен. «Человек ехал туда утром, ехал обратно, вот увидел наше ДТП и остановился, специально сказал, что когда он ехал тоже в Киев с утра, то он чуть не попал в ДТП из-за вот этого знака». Подпёртый камнем знак действительно выглядит не очень убедительно. Но представители коммунальной службы уверяют, знак стоит нормально и его видно. А в аварии виновны сами водители. «Мы выставили фишечки, выставили знаки, обмеживающие. А то, что водители несутся за швидкостью 120-130 км в час». На сторону коммунальщиков встала и полицейская, которая приехала оформлять ДТП. По словам девушки, скорее всего, причиной аварии стало превышение скорости. «Автомобиль повинен рухатися зі швидкостью такою, что водитель может предбачить ДТП и реагировать. Потому что вы видите, что это все случается за то, что скоростный режим был нарушен, порушен. И еще машины друг друга были очень близко разтосованы. «Я вижу, что учень за кормом автомобиля тоже. Видите, он же затормозил, затормозил. Он встег, чтобы ланос не забить, затормозить. Но другой автомобиль уже не встег. Шкода, Фабия. Почему так произошло?» К счастью, в ДТП никто не пострадал. Почему все так случилось, еще предстоит выяснить. Виновны работники коммунальной службы, которые неверно установили знак. Или все-таки водители, которые превысили скорость. Участники аварии уверяют, будут подавать в суд и отстаивать свои права. Будут требовать у коммунальных служб возмещения ущерба. Больше видео с места ДТП вы найдете на официальном канале Магнолий ТВ в Ютубе.